Игнатий Тихонович, сегодня вышла беседа между Олегом Стеняевым и Иудейским Равином. И ведущий задает вопросы то одной, то другой в стране. Вам присылали этот ролик, вы его посмотрели. Я тоже смотрел этот ролик, я молился. Ну, еле-еле, если честно, его посмотрел. Мне не понравились ответы ни того, ни другого, особенно так сильно. Но вот мне хотелось узнать ваше мнение по поводу этого ролика, по поводу этой беседы. Как бы вы отвечали на эти вопросы? Правильно ли себя вел Олег Стеняев? В первую очередь, с православной стороны человек такой конфигурации, такого вида, перед людьми он не должен выходить даже нигде. За собой не смотрел. Ну зачем же выходить на позор? И люди начинают, прямо сразу же дают, вот, и пошли уже килограммы считать. Это первое. Ну дальше, с какой целью он вышел-то? Чтобы пойти домой и похвалили? Вообразим, что на его месте Иоанн Златоуст. А Иоанн Златоуст, это сколько? Восемь слов, которые он сказал против иудеев, тогдашних. Вот и все. Вопрос был бы закончен. Тот, за него ты не отвечаешь, путь как угодно. Ты скажи, кто они? Начни с Евангелия Теана, 8 главы, 44 стихе. Покажи отметку, которую дал Господь. Вы ждете кого? Почему он не сказал? Что объединяет? Мы ждем Христа, а вы антихриста. И ваш мошрах таким и будет. Его по-другому никогда церковь. Он ни слова ему не сказал. Это предательство. Молчанием Бог предается. Предательство самое настоящее. Его знает он там что-то. Все знать, бери готовое, читай. И скажи им, не покайтесь, все погибете, в аду будете. Он бы сидел на стуле-то уже не развалившись-то. А дрожал бы сидел. Ведущий ведет себя лучше обоих. Он никому не угождал. И какой у него битвы. Вот иудей тут был. Борода нетронутая. Вот доказательство какое. А дальше-то все бы рассказал. Как нас Господь научил. Кто он такой? Почему мы приняли Мессия, а вы не приняли? Почему вы не отвечаете на 53 главы Исаии? Он бы припер его в равной степени и говорит, он бы разнесся, и он даже пушинки не осталось. Вы же антихристы. Написано, кто не исповедует Христа, пришедшего во плоти, есть обольститель и антихрист. И вы сидящие здесь, вы его не приняли. Вы обольстители и антихристы. Что он так ему не сказал-то? Все бы сразу заелозило. И по-другому не надо, и они бы не выставили. Они хотят из того какого места выйти необмаренными. Это не удастся. Надо четко и ясно выразить мысль. Мы воины Христа. Я обязан сказать это. Если не покаетесь, все так же погибнете. Так повелевает Господь. Он послал нас засвидетельствовать. Послание. Евангелие от Марка 16, глава 15 стих. Время-то ему отпущено было. Идите и проповедуйте Евангелие всей твари. Вот вы сидите передо мной, твари. Я тварь. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. Вам уже Господь, уже вынес приговор. Почему? Потому что он придет. Вам же сказал 18-15 второзаконие. Как меня, Моисей, говорит, пришлет. Как меня слушаете? Слушают они его? Нет. То есть они нарушители своего закона. Они не понимали, что временно, что вечно. Да он бы его по молекуле разобрал. И дальше сказал, ну, свобода полная. Мы благодарны Богу за еврейский народ, что сохранили книги пророков, но не Евангелие. Они за ним гонялись, предавали, отдавали на казнь. Вас постигла кровь его на нас, вы сказали. А мы этому никогда не радовались. Мы старались спрятать евреев. Священники в этом трудились. А почему? Сразу начинали крещение, дайте справку, что еще до пришествия Гитлера крещен был. Их не трогали, оказывается. Речь шла не об евреях, а об евреях иудействующих. Я все это разузнал. К нашему, говорит, отцу батюшка был. Прибежали тут соседние евреи были-то. Не хотели слушать сразу же. Батюшка, крестите нас. Но задним числом только дайте, чтобы крещеные были-то. Немцы заходят, они показывают. А мы православные христиане. Они проще идут, даже не забирают. Я считал про это свидетели. Он бы ему тут насыпал угольков. А вы чему учите? Думаете, всем золотом, юриспруденция, СМИ? Все в ваших руках? В ваших руках нету одного. Дух Святой отверг вас. Вы не знаете истины. Вы противитесь. И дополняете меру отцов своих, как Павел сказал. Да всеми местами, как покрыл бы его, он бы никогда больше не вышел с такими. А Олега бы сразу сместили. А он вашим и нашим на двух стульях сидит. И вот когда спросили вопрос, в чем заключается жизнь по вашей религии, вот спрашивают, в чем заключается жизнь в иудаизме. И тот отвечает в исполнении заповедей. А спросили Олега Синева, он говорит, помысл этих, говорит, прилоги. Я слышал. Борьба с прилогами. И говорит, не заповеди, говорит. Почему не сказал Терафима Саровского? Стижание Духа Святого. Рождение свыше. И водительство Духом Святым. Римлян 8-9. И он сидел бы только, хлопал ушами. Он еще не сказал. Поэтому смерти нет. Есть переход. Счастливый и радостный. Да еще побольше бы подсыпал ему, отпечатал бы и сказал, вот что говорит наш великий Златоуст, равных которому нету. Вот он говорит, где вы будете. Это скольки он проповеди-то говорил. Ничего нигде не сказал. Мямлин сидит. Зачем его выпустили? Требуху такую. Я это очень тоже удивился. И когда спросили, было показательно, когда его спросили, а почему вот вы поверили Христу, Олега Синева? Он говорит, да я, говорит, родился тут. Я прям вообще так и упал. Я так и думал. Ну, а мусульманин родился в мусульманстве, буддизм, буддизм и все. И родился, и родился там. Перед тем, как получить Библию в руки, я исследовал тщательно, потому что было доступно, что такое мусульманство, буддизм. Все это выписывал, конспектировал и воображал. А если я бы родился в такой стране, там, мог бы я уверовать? Уверовал. Вот при моем характере. Я увидел, что все человеческое. Божественное я не увидел нигде. Начал считать Евангелие, я увидел свет неизреченный, тройственный. Я пришел путем исследования тщательного, а не то, что я родился. Я родился, там вообще ничего не знали. Поэтому их вера такая, хлипкая, как паутина. Ну вот, да. И он сказал, что он потом, когда читал Евангелие, он увидел, что это не человеческое божественное. Это, конечно, правда видно. Да, вот для меня так и было. Для меня буквы исчезли. Для меня как бы голос трубный с неба пошел. Я не слышал, но мои слова стали сливаться. То есть это... Да, говорю. Ну вот когда его спросили, а он рассказывал точнее, когда он, я, говорит, читал Евангелие Елизаветовское на церковно-славянском. Да, я слышал. Говорит, то, что на русском кто читает, это, говорит, хуже, чем когда на церковно-славянском. Я не ожидал никак. Такую брить не угонят. Это на народы, да еще выставлено, это все позорное. Другого слова не скажешь. Отвратительное просто поведение. Отречение от Бога. Народ без русского языка вот таким и стал. Быдлом. Это вы виноваты. Тайна. Тайна. Да, слышишь, как в Чечне он был. А там задерживают. Ну и на него, говорит, давайте проверить. Да он говорит, я поп. Он подошел. О-о-о. Это сам он рассказывает, отец Олег. Морда красная, пьяная. Это настоящий поп. Пропуская его. И ха-ха-ха сидит. Разожрались, как свиньи на убой. Не стыдятся, ни с чего вылазят. Недва губы шевелятся. Ну и вот это было обидно видеть. Что наш священник бритый. А раввин все у него не тронуто. Торщит. А иудей сидит. Ни одна волосинка не тронута. На позорище все это выставляют. Может быть и выстрелят его как раз из Кагала какого. Как и Осипов везде сидит. Бритый в галстуке по сегодняшний день. И никто его не одернет, ничего не скажет. Он может быть масон последних степеней. Сколько он людей перепортил. Да бритому вообще его даже не надо было запускать в дом. Как поганца. Противника. Да ведь в Ерехоне идите живите. В проклятом городе пока не отрастут бороды. А им тут власть какую дали. А мы идем в царство небесное. Насколько это больше. И он учит людей. Что он учит когда у него бороды нету. Учитель. Ну вот. Да. Вот чтобы не осуждать. Мы как бы имеем. Просто говорим обид. То что это все. Ну как бы. Обидно это все видеть. И то что прямое слово Божие не зазвучало. Сильное в пророческом духе. Ничего не было. Было какое-то саму всем угождение. И тем и нашим и вашим. Чтобы остаться. И такая улыбочка. Вот это все. Это дух мертвый какой-то. Я смотрел. Мне тяжело было слушать. Я взял четки и стал молиться. И вот кое-как дослушал. Кое-как. Ну вообрази. Что там был Петр находился. Или Павел. Как бы они отвечали ему. Они когда вызвали их там. Они отвечали как. Они их били. Замолчите. А кого больше слушать. А Бога лишь человеком. А он вообще как будто ничего не знает. Только одно. Что по-хорошему прийти домой. И нажрать себе лишь спать. Я их знаю. Тем более я его знаю лично. Встречались и были вместе. Провокаторы. За то что вы так говорите. Вас по голове не погладят. А мне не нужно это глажение их. Они до моего возраста никогда не доживут. Их инсульт ловит. Где Чаплин вышел. Повалился и умер. Смирнов как. До 70 лет даже никто не дотянул. Когда разговаривает. Помню. Смирнов. Сидит. А у него крест. Поехал туда. Подправит только. Туда поехал. На пузыре-то не лежит. И они не стыдятся. Ничего. Перед людьми выходит. Люди же видят. Говорят. Я-то слышу. Чё они у вас такие морда стоят. А чё они? Сидит там щетинка такая. Ведь он стрижет. Он не бреет. Он стрижет бороду. И перед народом вышел. Зачем ему это нужно? И прихоти ищет свои нравные. По стихии мира живут. Да. И поэтому мир любит своих. Почему им много? И ведь самое главное. Это единственный священник. Ну и почти. Который с Евангелем выходит. С Библией. Очень жалко. Хороший. Можно просто. Так можно засвидетельствовать. Такая аудитория большая. Так мне хотелось. Я думаю. Вот бы Игнатия Тихоновича туда пригласить. Но нет. Такое никого не интересует. Ну благодарю Игнатия. Всё понятно. В принципе. Всё. С Богом. Вы подтвердили то, что и я собственно думал.